Друзья, всем привет! Меня зовут Игорь, вы на канале просто посылка из Китая. Неделю назад я опубликовал видео про вот этот замечательный замок от компании Xiaomi. У вас осталось очень много вопросов, некоторые комментарии просто мне уже взорвали голову, взорвали мозг. Люди читать некоторые не умеют. Спасибо, что адекватных подписчиков гораздо-гораздо больше. За это вам, друзья, огромное спасибо. Но вот для тех людей, которые не умеют читать, не умеют открывать ссылки и не хотят читать комментарии, которые я оставляю уже по 150 раз и которые я удаляю с матюками и всем прочим, с нецензурной лексикой. Но, тем не менее, вопросы все же остались. Поэтому сегодня кратко, четко и по делу, по вашим всем основным вопросам, которые возникали по поводу замка Xiaomi Agara. И давайте начнем, приступим прямо сейчас. Под каждым моим видео, под каждым моим обзором, в описании, если нажать галочку, раскрывается список, где есть все ссылки, где можно посмотреть информацию больше о товаре, если я что-то не сказал или что-то вас больше интересует. Точно так же и про этот замок. Большинство людей интересует левая ручка и есть правая. У меня другая дверь, у меня не знаю, что делать. Открываем ссылку, все очень просто. И смотрим по ссылке. В описании есть Open the Left, Open the Right. И есть две разные ручки. Также, если вы откроете эту ссылку, будет другой цвет. В комментариях пишут, у меня другая дверь, мне не подойдет этот черный цвет. Друзья, переходим по ссылке, там же опять находится ручка в другом золотистом цвете. Выбирайте под свою дверь. Следующий вопрос и следующий комментарий касательно этого замка, то, что здесь под крышкой присутствует, если вот так мы открываем, присутствует обычный замок. Этот вопрос убил меня, потому что люди говорят, что он есть. И это портит всю сущность того, что здесь есть сканер отпечатка пальца, кодовая разблокировка и разблокировка с помощью NFC карты. Друзья, замок есть. Хуже было бы, если бы его не было. Если он здесь есть, смотрите, я сейчас вам наглядно покажу. Если он вам не нравится, если вы хотите от него отказаться, это сделать очень просто. Просто нужно хотя бы немножко включить свой мозг и подумать, что можно заварить, можно убрать этот шток, можно, не знаю, откусить, отломать, сломать, убрать его. То есть это вообще не проблема. Это сделано для того, что если вдруг какой-то из функций не сработает или что-то произойдет, вы можете открыть его обычным ключом. Все пишите в комментариях, что вас украдут, сломают, зальют, откроют. Любой замок можно открыть, если нацелились на вашу квартиру. Никакая безопасность не спасет. Там, я не знаю, если вы только не построите какой-то бункер, то к нему можно будет добраться. То есть, если бы хотя бы кто-то прочитал комментарий, который я оставил уже несколько раз, или хотя бы включил немножко свою голову, додумали, что замок этот очень легко убирается. Но я бы делать этого не стал. За тобой следят китайцы и считывают твою всю информацию. Друзья, 4 года занимаюсь обзорами. Ни одного китайца у меня дома до сих пор не было. Жду в гости. Готов принять людей, друзей, китайцев, каких-то, не знаю, никого нет. Никто не приходит. Сканер отпечатков пальца есть на многих телефонах, везде есть. Также на этом замке будут мои отпечатки пальцев. Жду в гости. Пожалуйста, приходите. Я не знаю, насколько нужно быть популярным, каким-то отпетым мошенником, или еще каким-то другим человеком, знаменитым, скрывающимся, чтобы к вам приехали китайцы, и чтобы вот именно тебе, который ты писал 150 комментариев, что за тобой приедут китайцы. Вот пусть приезжают. Люди также не смотрели видео до конца, или смотрели невнимательно. Пишут, скопирую твой отпечаток пальца, и все. И на ручке скопируют, пока ты будешь открывать, потом этим же сканером разблокируют дверь. А датчик разблокирования защищен от действия различных скрабберов и считывателей, которыми пользуются грабители. Его невозможно обмануть муляжом, поскольку он срабатывает только на живую кожу. Процент ложных срабатываний у этого сенсора 0,005%. На видео я сказал дважды, по-моему, что замок открывается только лишь при помощи живого пальца, то есть живой ткани. Никакие другие считыватели, никакие другие копии замок этот не откроют. Так что, перед тем, как задать вопрос, посмотрите еще раз видео, возможно, у вас вопросов больше не будет. Украдут прямо с дверью, заляпают грязью, запенят, оторвут, сломают. Не пойдет для России, для Украины, говорят, такой замок вообще нельзя ставить. Друзья, я не знаю, где вы живете, в каком вы подъезде живете, но неужели у всех каждый день что-то ломают, что-то разбивают? Неужели вся страна такая, что просто нельзя на улицу даже выйти или нельзя поставить себе какую-то хотя бы немножко отличающуюся от других людей вещь? Та же дверь у вас в подъезде стоит, на нее тоже могут, не знаю, поцарапать и сцарапать. Те же машины, которые оставляют под подъездами. От этого никто не застрахован, но если каждый из вас будет так думать, что вот все такое может произойти, оно с вами обязательно и случится. Но если не быть таким предвзятым, не относиться к этому, как к чему-то сверхъестественному и жить как-то немножко проще, то возможно и в совокупности, менталитет наш весь поменяется в целом. Еще один частый вопрос, не для нашей зимы. Там есть температурный режим от минус 20 до плюс 55 градусов, пишут, не для нашей зимы. Во-первых, зачастую замки такие устанавливаются в помещении, то есть в каком-то, где есть тамбур, где есть подъезд, но не на улице. Но даже если он у вас стоит на улице, в частном доме, тоже не проблема. Это температурный режим указан для сканера отпечатка пальца. То есть он может работать, может не работать, это просто какие-то рамки. Но если даже сканер у вас не сработал, мы можем просто ввести код, мы можем разблокировать при помощи NFC карты. На крайний случай мы можем открыть обычным ключом. Просто это касается температурный режим именно сканера. Вопрос, где купить, также часто встречался. Друзья, я не знаю, вы умеете пользоваться YouTube или что вы вообще здесь делаете. Ссылка в описании, в первый закрепленный комментарий и еще тысяча комментариев, где можно прочитать, что я указывал, что купить можно по ссылке в описании. Если бы не китайский язык, я бы купил. Во-первых, китайский язык отключается. То есть этот китайский женский голос выключается в приложении одной кнопкой. И все, у вас обычный замок, который с вами не разговаривает. Если вы хотите, чтобы с вами общалась девушка и говорила какие-то подсказки не на китайском, можно переключить на английский язык. Это уже куда более приятнее для кого-то. Но хотя я скажу, что можно просто выключить, и все. Друзья, можно выключить. Я об этом писал. Очень много комментариев. И другие люди даже давали советы, как переключить на английский. Но принципиально вы не хотите читать. Не все. Говорю, вот некоторые там человек, 100, наверное, таких есть, которые задают одни и те же вопросы, пишут одни и те же комментарии, но при этом не хотят просто прокрутить скроллом и прочитать остальные комментарии, либо открыть мой комментарий, где я дал развернутый ответ. Для смены языка есть простая комбинация. Выполняется она при разблокированном замке, то есть через инженерный режим, когда вы разблокировали замок, инженерное меню, и мы получаем английский язык. То есть сейчас я прислоняю палец. Говорят нам уже, что пароль неправильный. Пароль правильный. Пароль правильный. Для английского выбираем 2. И все. И у нас есть английский замок. Остальным всем, тем, которых больше 12 тысяч, поставили лайки, написали нормальные комментарии. Друзья, большое вам спасибо. Я рад, что на канале моем есть взрослые нормальные люди, у которых работают мозги, которые могут додумать что-то, если я что-то упустил, сказал. Моя вина, конечно, что я не уместил это все в прошлое видео. Но оно получилось бы гораздо длиннее. Но пришлось сделать второй ролик. Впредь постараюсь более детально описывать все мелкие такие нюансы. Даже для тех подписчиков, которые не хотят немножко что-то додумать. Но тем не менее, я думаю, что в будущем с вами будем развиваться и будем делать более интересные и, так сказать, правильные видео, даже для всех слоев моей аудитории. Все равно всем спасибо, даже тем, кто писал и такие комментарии. Но, друзья, на будущее просто немножко думаем, немножко открываем ссылки, немножко читаем комментарии, потому что там я отвечаю практически всем. И я потратил на прочитку комментариев достаточно много времени. Я же делал не просто так, а чтобы вы поняли, что я с вами общаюсь и веду диалог. Поэтому я решил записать это видео, а не просто бросить и оставить так, как оно есть. Всем спасибо за просмотр. Смотрите первый ролик, вдруг кто еще его не видел про этот замок, как он работает и что он из себя представляет. Будем и дальше искать интересные товары. С вами был Игорь и канал Просто Посылка из Китая. Увидимся!